Приемник для безнадзорных животных существует в городе около 20 лет. И 10 из них ему помогают волонтеры. После отлова животное несколько дней содержится за счет бюджета. Потом питание, лечение, пристроя собак и кошек ложится на плечи добровольных помощников. У нас обычно на руках порядка 80 животных. Это в приемнике и на передержках. Как говорят волонтеры, еще никогда приемнику не было так сложно, как сейчас. Сейчас. Связано это не только с пандемией и снижением благотворительной помощи. Сейчас приемник находится между небом и землей. Напомним, ранее он входил в структуру КБУ, которую в 2018 году ликвидировали. Тогда его активы, и в том числе приемник, перешли в ведение дорожно-эксплуатационного предприятия. Скоро после этого город перестал финансировать содержание животных. Область также урезала финансирование и выделенных из бюджета денег едва хватало на содержание здания и зарплату сотрудников. И вообще у нас с Нового года в приемнике не было ветеринарного врача. И вот только буквально несколько дней назад нам наконец-то дали ветеринарного врача. А до этого, вот несколько месяцев, все стерилизации проводились за счет благотворительных средств, за счет средств волонтеров и с помощью ветеринарного центра ГЛИ. Также все содержание животных, оно все у нас сейчас за счет благотворительных средств, за счет волонтеров. Для ДЭПа приемник балласт, требующий от предприятия, которое еще зимой, под заверением главы администрации, было в плачевном состоянии дополнительных затрат. Городские чиновники предложили передать приемник из муниципальной собственности в государственную, введение госветуправления. Очень надеемся, что приемник в новом статусе, с новым руководством будет продолжать сотрудничество с нашей организацией. Потому что иначе ситуация с безнадзорными животными в нашем городе станет просто нерешаемой. Что касается взаимодействия с госветуправлением, то пока схема этого взаимодействия еще не выработана. Повторяю, ситуация пока неоднозначная, много неясного, над этим еще предстоит работать. По словам волонтеров, в городе нет другого помещения, кроме здания приемника, которое пригодно для организации приюта для безнадзорных животных, соответствующего всем требованиям. Пока вопрос передачи приемника вызывает больше вопросов, чем ответов. Но и волонтеры, и сами сотрудники сходятся во мнении, что в этой теме надо поставить точку, поскольку находиться в неопределенности дальше невозможно.